Отлично. Дорогие коллеги, мы с вами потратили уже астрономическое количество человека часов на теоретические штуки, что такое кислоты и основания, то есть щелочи, с точки зрения их формирования и их взаимодействия. Так, буквально на секунду вспомним нашу главную мысль. В упрощенно обобщенном варианте мы рассматриваем генезис щелочей и кислот, как производная от гидротированных форм оксидов различных элементов. То есть гидроксидов. Так, в самом кратком варианте оксид у нас некоего элемента Х гидротируется с образованием гидроксида и дальше наше все внимание было приковано именно вот к этому узлу гидроксида, к самому сердцу этой молекулы, который и определяет его либо кислотные, либо щелочные свойства. Да, напомните мне, пожалуйста, гидроксид у нас может привести себя как кислотой для основания, за счет чего? Да, за счет диссоциации либо связи кислород-элемент или кислород-водород, которая, в свою очередь, определяется разностью в электроотрицательности. Напомню вам, что электроотрицательность обозначает цивиллической нагрой Хи. У кислорода электроотрицательность по определению, здравствуйте, Полина, гораздо выше, чем у всех остальных элементов, за исключением одного. Это кого? Это вторая. Поэтому в любом случае электронная плотность, которая обеспечивает возникновение колонетной связи, будет оттягиваться на кислород, и от кого легче оттянуть электроны, тот и будет уходить в раствор положительным зарядом. Отсюда мы видим такие лугианы. Как мы называем такую группу веществ? Щелочи. Щелочи. Такую группу веществ? Основание. Основание. И мы можем выделить еще некую искусственную смешанную группу, которая ведет себя либо так, либо так. И называем мы их амфотажами. Правильно? И все это, вот эти вот нюансы, разрыв либо этой связи, либо этой связи в растворе, мы определяем как явление, обусловленное разницей в электроотрицательности. То есть, с одной стороны, у нас электроотрицательность элемента у водорода, и если у нас водород будет гораздо более электроотрицательным, чем наш элемент Х, то есть неохотнее отдают электроны, то, тем более вероятно, у нас будет поведение нашего гидроксида, как щелочи. И обратная ситуация, когда водород охотнее отдает свои электроны, и вещество будет вести себя, наш гидроксид будет вести себя, как кислота. Хочу сразу остановиться на вот этом вот скользком моменте, что в традиционной школьной химии понятие гидроксид и щелочь и основание являются символами. Чтобы у вас не было проблем в школе, имейте в виду, что это наши с вами собственные находки, и гидроксид это структура, имеющая вот такую функциональную группу, в своем составе. А будет она кислотой или щелочью, определяясь именно электроотрезательностью заместителей и гидроксидом. Далеко не всегда является щелочью. Угу. Так, окей. Это мы с вами все уже много проходили, да, но я хотел заостриться на этом еще раз, чтобы не было никаких вопросов. Так, сейчас сделаем небольшой, чуть-чуть. Итак, дорогая Полина. Вот, пожалуйста, у меня вот такой вот для сегодня склонный спичок. Вытаскивайте просто банки, составляйте их на самих черных глазах, и на подоконнике, и на просто, чтобы вот они есть, нету, и дальше у них нет. Так, немножечко забегая вперед, да, теоретические объяснения скоро распоследуют, но, чтобы слегка разрядить обстановку и для увеселения почтейнейшей публики, давайте попробуем проследить за взаимодействием солей. Да? Соли у нас образуются в том числе в результате взаимодействия щелочей с кислотами. Ионы водорода связываются с гидроксидами, превращаются в воду, а все, что остается, это, собственно говоря, и есть наша соль. Ну, далеко не все соли можно так получить, хотя бы потому, что не все гидроксиды существуют в природе. А, и, кстати говоря, сейчас мы это с вами и тоже этот момент пронаблюдаем. Собственно говоря, если мы смешаем какую-то соль с гидроксидом, ну, логично, что в растворе у нас образуется гидроксид. от того катиона, который образовал соль. Согласны? А почему вообще это все происходит? Почему соли могут взаимодействовать с кислотами, щелочами и друг с другом? Потому что в растворе у нас взаимодействуют ионы. А соли распадаются на ионы, из которых они состоят. А какие там ионы? Разные заряженные. А откуда они взялись? Из диссоциаций. А до этого? До этого они из соли. Они взялись из щелочи и кислоты, из которой построена соль. Согласны? Я вас все время подвожу вот к этой простой модели. Она далеко не всегда может реализоваться, но теоретически базовая модель она именно такая. Поэтому если мы возьмем какую-то соль и добавим туда просто щелочи, Ну, логично, что у нас там присутствует катион, который когда-то произошел из щелочи. И если мы подбавим к нему гидроксиды анион, ну, значит вместе они образуют щелочь. Согласны? Ну, вот попробуем этот процесс на примере такой соли, как нитрат серебра. Добавим к нитрату серебра немножко щелочи. Получился у нас раствор гидроксида серебра? Там еще похожий осадок был. Да, тому кто сидит поближе, тому и видно. Похоже на заварку. Мы обязательно разберем, что это такое, что это за заварка. Это нитрат серебра и какая кислота? Это никакая кислота. Это гидроксид натрия. Ну, гидроксид калия в нашем случае, но это было бы не принципиально, потому что любой гидроксид подействовал бы ровно таким же образом. Пожалуйста, запомните эту картинку. Никуда я это убирать не буду. И сейчас вам добавим штативы по четвертой пробирке. Полина, будьте любезны, пожалуйста. Всем штатив по пробирке номер четыре и в них по одной повторке в каждую пробирку вот этого дела. Так, попытка получить гидроксид серебра у нас не удалась. Что-то выпало в осадок. Ну, мы можем предположить, что выпало в осадок гидроксид серебра. А у серебра какая? Один. А, да, минус. И тут, куда опять? Гидроксид серебра. Рассосалась. Рассосалась. Таблица. Так, таблица растворимости есть у кого-то в руках? У кого-то в руках? У кого-то в руках. А, вон она в руках. Так, ну, демонстрирую для всех, у кого хорошее зрение. А, ну, собственно говоря, найдите здесь, пожалуйста, гидроксид серебра. У вас гидроксид серебра. В общем, есть он тоже гидроксид. Но он в однострибе разлагается. Угу. Или не существует. Но поскольку существует, то разлагается. Угу. Он потому и не существует, что разлагается. Вот. Давайте объединим эти бренды. Здесь у нас именно это и произошло. И вот видно, что чаек весь осел на дно сосуда. Но он не разлагается. Он просто осел. А вы уверены, что это он, а не продукт его разложения? Нет. Ну что он может разлагаться? А из чего состоят гидроксиды? Из гидроксогруппы и серебра. Как получается гидроксиды? Мы с вами разбирали. Да, мы разбирали. Гидроксид – это водная форма жизни оксида. Да. Это оксид, присоединивший воду. То есть это получается оксид серебра и вода? Да. Да, да, да. Гидроксид серебра мгновенно разлагается в момент образования, отщепляя от себя воду и остается оксид серебра, который не выпадает в особо. Получается вода же там будет взаимодействовать с солью калия? Вода с солью калия, она будет ее просто растворять и все. Взаимодействие будет заключаться в растворении. Ну или если мы имеем дело со створом, то в разбавлении. Да. А теперь, когда мы посмотрели, что далеко не всегда гидроксиды могут существовать в свободном виде. Да. Он мгновенно превращается в оксид своего как бы прародителя. Посмотрим за взаимодействием солей друг с другом. И в этих стаканчиках у меня есть растворы очень близко родственных соединений. Образованных калием, с анионом, соответствующей галогеноводородной кислоты. Угу. Галогеноводородная кислота, пример какой-нибудь приведите, пожалуйста. У каждого. Продукт нейтрализации таких кислот, как можно назвать? Галогениды. И, соответственно, здесь у нас хлорид, бромид и иодид калия. Угу. Мы их можем рассматривать как продукт нейтрализации гидроксида калия, который у нас уже взаимодействовал с серебром. И, соответственно, хлорогалогеноводородной кислоты, да? Соляный, флоробромоводородный и йодоводородный. И сейчас мы к ним добавим нитрат серебра, с которым мы уже поэкспериментировали в плане получения гидроксида. Так, начинаем с хлорида. Теперь с бромидом. И теперь с иодидом. Ну, обратите внимание, во всех трех случаях у нас выпал осадок. А здесь оно зеленее. Осадок чего у нас там выпал? А так сейчас. Ну, нитрат серебра. И аргентум бром, соответственно, в среднем стаканчике. Такие реакции, которые являются характерными для какой-то определенной соли, в нашем случае для растворимой соли серебра, называются качественными реакциями. С помощью них мы можем качественно, то есть да, нет, определить присутствие интересующего у нас компонента. В данном случае компонентом интересующим будет катион серебра. Все видим, что это растворимая соль. Растворимая соль потемнела. Ну, это уже отдельный вопрос, почему это происходит. Да, это просто свойство стали серебра. И при взаимодействии с галогенид, анионом, хлоридом, бромидом и иодидом у нас образовался, соответственно, хлорид, бромид и иодид серебра, которые нерастворимы в воде, выпадают в осадок и являются качественными реакциями на ион серебра в растворе. Можете еще раз повторить, что такое качественная реакция? Качественная реакция, это реакция, которая позволяет нам идентифицировать какое-то соединение по характерной реакции. Серебро очень характерно взаимодействует с галогенидами, образуя такие вот осадки. При этом, если мы посмотрим на таблицу растворимости, почему таблица растворимости вместе с таблицей Менделеева должна быть настольной штукой. И если я всегда рекомендую, если собираетесь набить себе какую-нибудь хорошую татку, то вот великолепный кандидат, который всегда должен быть перед глазами. Да, если вы посмотрите по таблице растворимости, то подавляющее большинство солей, содержащих, например, хлорид и неон, все растворимы. За исключением серебра и ртути. То есть, когда мы смешиваем неизвестную соль, например, в стравидном кале и видим выпадение такого осадка, мы можем с большой степенью вероятности сказать, ага, это не какая-нибудь соль, а это соль серебра или соль ртути. Согласны? Таким образом мы проводим качественный анализ и определяем качество этой соли. Качество ее соответствует серебру или ртути. Ну, в нашем случае известно, что это серебро. Вот, собственно говоря, в чем заключаются качественные реакции и вот как выглядит качественная реакция на серебро. Либо же у нас есть раствор неизвестных солей и известный раствор серебра. Мы их смешиваем, видим осадки и сразу можем сказать, ага, значит эти соли содержат галогениды, либо хлориды, либо аромиды, либо иодиды. И если у нас хорошее зрение и нет нарушения цветовосприятия, то даже по оттенкам мы можем сказать, что да, самая желтая из них, вот такая вот. Зеленая. Ну, тут отсвечивает немножко от зеленого этого, да, вот так она уже, мне кажется, не очень зеленая. Салатая. Молочная между ними, с таким сливочным оттенком, да, это бронид. То есть вот таким образом мы можем провести нехитрый качественный анализ, слив всего с одним реагентом известным и сказать, да, опаньки, а там же есть хлориды или иодиды. Великолепно, химический анализ уже прошел. Так, ну и давайте-ка теперь напишем на доске, что же у нас получилось для того, чтобы зафиксировать это все для потомков. Так, есть смелая, умелая? На вид числа одного, да. Так, смелый, умелый, давайте тогда, так, мы шли туда, туда, туда. Да, что-то всех уже, по-моему, не вызвал. Давайте просто скажите кому-нибудь, чтобы он назвал число от одного до какого-нибудь, он назовет и мы посчитаем. Давайте Сашу попросим. Ну вот и все. Это будет число с Саши. Так, дорогая Александра, давайте сначала попробуем выразить в виде уравнения химической реакции. Вот этот вот великолепный процесс получения из чистого раствора, ну тогда он был чистый, сейчас уже немножечко попортился, вот этого вот неаппетитного чайка. А если это моксид серебра, если его можно, наверное, выделить и продать? Можно, из него даже можно серебро выделить, мы это делали, сделаем нехитрое совершенно. Давайте сначала запишем это как образование гидроксида серебра, то есть запишем образование промежуточного нестойкого продукта и заключим его в квадратные скобки, обычно так обозначают нестойкие промежуточные продукты. Так, и дальше продолжаем наш процесс. Великолепно. А два знака равного может быть химической реакцией? Два знака равного? Да. Ну, хозяин барин, можете хоть десять знаков одно ставить. Да, просто в уравнении обычно не может быть два знака равного. В химии может быть все что угодно, другое дело, чтобы вас правильно поняли, да? Сейчас, особенно в эпоху толерантности, кого-то вы можете оскорбить, написав два знака равного. Тут все время приходится следить за своим языком, что ты говоришь, что ты делаешь. Так, великолепно. Очень хорошо, у меня есть только одно небольшое добавление, да? Когда мы смотрим на продукты нашей реакции, эти добавления напрашиваются само собой, да? Но, зато Александра, совершенно справедливо, я готов поаплодироваться, указала нам направление реакции. Реакция будет сильно-сильно сдвинута в правую сторону и протекать преимущественно в этом направлении, потому что один из продуктов реакции у нас выпадает в осадок и, соответственно, выходит из оборота. А в данном случае он не просто выпадает в осадок, он разлагается, превращается в другое, которое уже выпадает в осадок. То есть мы можем смело сказать, что если мы подберем, да, то у нас в растворе практически не останется исходных реагентов, а будут только продукты реакции. Спасибо большое. Так, давайте Иру попросим выйти на арену. Так, а вас я попрошу изобразить схему получения вот этих вот молочных продуктов. Исходным реакентом у нас опять же был нитрат серебра. Ага, пишите повыше, пожалуйста. Здесь вот написано, что они разлагаются водой или не существуют, но у нас же здесь изначально не получается на дырности. Как это не получается? Ну, тут сначала получается на кратковое время. Настя, бухгалтером вам не быть. Сколько серебра здесь? Одно. А здесь? Два. Ага. И если уравнять реакцию с коэффициентами, то тогда все получится. Мы просто тогда, Саша нам написал не уравнение реакции в трогом виде, а то, что называется схему реакции. Ирошка, если вы не против, давайте сделаем по порядку. И мы начали с хлорида. И поэтому, чтобы не писать лишнего, мы сделаем вот так вот. И туда перекисываем. Валентность. Дмитрат. Анион у нас кислотный остаток какой кислотный? Вот р carve. Диорус, хостひк. Азол, у них поислота. Один. И заряд у него соответственно. Нематраты и ионов, минус один. Это значит, что серебро одно валентно. Да, 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 все правильно. Смотрим сюда. Смотрим. Остаток. Ну да. Ну да. Отлично. Большое спасибо. Совершенно правильно все написано, очень хорошо. И я хочу особенно заострить ваше внимание на чем? На превращение этих веществ, но эти превращения у нас шли по совершенно определенному механизму. Не абы как. У нас не менялись степени окисления. И серебро здесь было плюс один, и здесь оно оставалось плюс один. Степени окисления других групп не менялись. Более того, нитрат и неон как был, так и остался, но в составе как бы другой соли. Точно так же и с галогенидами ионами. Они вошли в состав осадка, но степени окисления их как были, так и остались. Какая здесь степень окисления? А в цифрах? У галогенидов. У галогенидов. Минус один, конечно. Это степень окисления, да? Да. Что стоит за этими словами? За этой жалобной песней меня. Если мы распишем то, как вещества наши вели себя изначально в растворе, как они диссоциировали, то мы получим определенный набор ионов. Галогенид обозначим за Х, да? Вот он был такой. В растворе присутствуют четыре вида ионов, ну и естественно вода. Ну, воду мы сказать сюда не будем, поскольку она напрямую не участвует в превращениях. И если бы у нас было все растворимо, у нас в итоге система пришла бы куда? В каком состоянии? Я бы все не пошла, чтобы все было растворимо. Ну, собственно говоря, ничего бы, да, и не произошло. Как у нас было бы четыре ионы, так бы они и плавали. Ну, встретились, разошлись, как в море корабли, ничего не происходит. Но когда два вот этих вот корабля встречаются в открытом море, они образуют очень крепкое соединение. В чем вообще суть того, что вещества бывают растворимы, а бывают нерастворимы? То есть вот к чему у нас это пришло. Ну, есть те, которые растворяются в воде, есть те, которые... А почему вещества? Одни растворяются в воде, а другие нет. Потому что у них разная растворимость. Ну, это, знаете, в стиле учения Маркса всесильны, потому что оно вверх. Вот такого же плана. Там вроде правило было, в учебке говорилось, что подобное растворяется в подобном. И, может быть, те вещества, которые нерастворимы, они не подробны в воде? Я вообще не понимаю. Ну, не уверен, что вот прямо в таком виде это можно сюда применить. Это относится к полярным и неполярным веществам. Ну, как масло в воде, например, не растворяется, да? А масло в бензине, скажем, растворяется. Потому что один полярный растворит, а другой неполярный. Я бы объяснил это немножечко по-другому. С точки зрения того, почему у нас происходит диссоциация на ионы, и почему многие соли имеют ионное строение. И растворяются изначально как ионы, и кристаллизуются растворы тоже как ионы. Потому что электронная плотность целиком оттянута на более электроотрицательный компонент, да? Настолько оттянута, что целиком отошла ему. Они поделили электроны неравноценно. И один электроны получил, приобрел отрицательный заряд, другой электроны отдал, приобрел положительный заряд. Почему они начинают растворяться? Потому что ионы начинают взаимодействовать с молекулами воды. Логично? Молекула воды заряжена или нет? Молекула воды не имеет заряда. Но внутри, целиком, да, она электронетральна. Но зато внутри каждой молекулы воды заряды распределены неравномерно. Она образуется диполем, так? На одном конце молекулы воды у нас сконцентрирован частичный отрицательный заряд. Это на кислородах, а на водородах частично положительный заряд. Так? И вся молекула может быть представлена. Некоторые люди так ее изображают, как разнесенные заряды в рамках одной структуры. Что происходит при растворении? Вот у нас граница кристалла какой-то соли. И на поверхности у нее присутствуют положительные и отрицательные ионы. Скажем, у нас будет хлор, асталий. Это будет хлорид и ион. К ним подлетают молекулы воды. Отрицательным полюсом начинают взаимодействовать с положительным зарядом. Тут другая. Точно то же самое получается и с отрицательными зарядами. Только молекулы воды обращаются к ним уже своим другим способом. Все это находится в движении. Все молекулы вибрируют, подлетают, улетают. Молекулы в составе кристаллов тоже вибрируют. Но не настолько сильно, чтобы улететь. Но когда их начинают растаскивать водородными связями молекулы воды из раствора, растаскивают, растаскивают, дококрепку и вызернут его оттуда. И в результате одинокий ион у нас оказывается уже окруженным со всех сторон молекулами воды. Или, как говорят в химии, гидротируется. А что за плюс или минус? Это буква дельта греческая, которая означает как бы частичный, не полный заряд. Не целиковый отрицательный заряд, потому что молекула все-таки не ионизирована, а частичный. И в растворе ионы существуют именно в таком виде, имеющий некую гидратную оболочку. Но обращаемся обратно. Если взаимодействие с молекулами воды и образованием гидратной оболочки проходит эффективно, то ионы продолжают свое свободное плавание. А если два иона взаимодействуют друг с другом гораздо крепче, чем каждый из них взаимодействует отдельно с водой, то объединиться им энергетически подойдет. Мы начинали с вами сегодняшний день с того, что такое энергия, состояние веществ и почему реакции вообще протекают. Потому что выгоднее перейти в менее энергетическое состояние. Так и здесь. Им вдвоем объединиться лучше, чем быть гидротированными. Поэтому они из раствора уходят друг к другу. Отрекаются от этого грешного мира и проводят остаток жизни исключительно вдвоем. Отключив интернет, не выписывая газет и не глядя тебе видео. Поэтому и бывают нерастворимые соединения. Те, которые в соединении более энергоэффективны, чем в растворе. Вот, собственно говоря, такая вот простая логика. Так, ну и давайте теперь сделаем все это же самое уже непосредственно у вас. А то, что ж я тут все жадничаю. На 15 минут нас хватит. Поставлю крошку с оставшимся молоком, оно засохнет. Так, два слова про нитрат серебра. Почему такая неприятность с ним происходит? Как вы скажете? Ну, боже, чистенький, беленький, как водичка. Серебро немного окисляется, возможно? Несно. Угу. И как любой металл приобретает такую окисляется? Ну, только не окисляется в данном случае, а надо восстанавливаться. А. До металлического серебра. До металлического серебра. То есть вот эта муть – это взвесь металлического серебра, которая происходит под действием сверху. Слово сказать, на этом эффекте основана фотография. Ну, не цифровая, а вот та химическая фотография, которая существовала раньше. Угу. Чушь. Не ронять, не проливать. Так. На каждую четверку у нас по штативу. Номер один – хлорид. Номер два – бромид. Номер три – язид. Номер четыре – гидроксид. Добавляйте. В каждую плюньте по разику. Угу. С хлоридом. Смело все выпускаете туда. Угу. Так. Видите, осадок. Так. Бромид. Угу. Вот видите, он более желтый. Все целиком можно было туда плюнуть. Не стесняйтесь. Угу. 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 Знаешь, с водички такой ясный. Ох, язид какой жестенький. Ну, прелесть. Язид. Получилось даже лучше, чем на столе. И гидроксид. Вот мы получили гидроксид серебра. Очень аппетитный. Так. Спасибо большое. Наслаждайтесь этой прекрасной картиной. Так. Ваша очередь. Так. Давайте начинать с первого. Слева. И справа. Ага. Так. Хлорит. Угу. Дальше давайте. Хранить второе. Угу. Ну, это надо. Угу. Ну, это надо. Ну, вообще надо. Угу. Ну, вот тут хлопки какие-то. Ну, вот смотри. Вот тут хлопки. Ну, вот тут хлопки. Ну, вот тут тоже. Смотри. Это же хлопка. И сейчас получим гидроксид. Угу. Так главное. Угу. Отлично. Ну, а здесь тоже какая-то штука. Агентум 2О. А вот это же здесь. А где такая заварка? Это и чего вообще? Да. Агентум 2О. Да. Агентум 2О. Агентум 3О. Ну, а не чем. Ну, слишком чем назад. Ну, здесь. Заметли, я вам обе встретился немного. Ну, тут что-то садок еще. Ну, тут что-то садок еще. Ну, тут что-то садок еще. Ну, там какой-то. Ну, это же оксид. Ну, оксид. Ну, оксид. Ну, оксид. Агентум 3О. Ага. 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 Ну, ага. Ага. Ну, ага. Ага. Ну, что, насладились? Ну, я очень нравится. Так, Полина, пожалуйста, всем по штучке 5-й и по штучке 6-й. Так. Итак, дорогие коллеги, немножечко подытоживаю все вышесказанное. Смотрим на эти реакции, которые у нас произошли. И мы видим, что в результате чего у нас образовалось, например, нерастворимое соединение, которое и дало нам аналитический сигнал, качественный сигнал, да, являлась качественной реакцией. На основании того, что все соли, нитрат серебра разводился на 2 ионы, гологиний тканей разводился тоже на 2 иона. И в результате у нас просто соли обменялись ионами. Вот они начальные, вот они конечные. По сути дела ничего не поменялось, да, только один супруг ушел к другой даме, в то время как член второй семьи воссоединился с оставленным первым, да. Вот такое взаимодействие крест-накрест, то есть они обменялись ионами. И такой тип реакции без изменения степени окислений называется реакция ионного обмена. Я думаю, что на школьных уроках вы уже столкнулись с подобными понятиями. Так, сейчас мы с вами обнаружили, что в результате ионного обмена у нас возможно, например, выпадение осадков, что является качественной реакцией. У нас возможно даже выпадение осадка с его одновременным разложением, что в принципе тоже может считаться качественной реакцией. И сейчас мы с вами попробуем еще две реакции аналогичного характера. Ну, не знаю, что получится. Так, и добавляем туда все тоже наш многострадальный нитрат серебра, пока он весь еще не разложился. А, вот тут, кстати, света-то много, поэтому реакция эта пошла на свету еще большая. Поэтому соли серебра и сухие, и тем более растворы, хранятся всегда в темном стекле. Так, сейчас мы проводим взаимодействие нитрата же серебра с фосфатом калия в данном случае. Посмотрите, пожалуйста, по таблице, что у нас может произойти. Нитрат серебра, фосфат калия. Фосфат калия? Угу. Окей, так, фосфаты, ага, фосфаты и калия. Ну, фосфат калия растворимый? Ну, очевидно. Вот он, растворимый. Нитрат серебра. Нитрат серебра и фосфат калия. Ну, получится, фосфат серебра будет нерастворимый. По таблице растворимости у нас должен выпасть осадок. Осадок в виде соли, фосфата серебра. Да. И нитрат калия еще тоже растворимый. Ну, вот проверим, врут они или нет. Ну, как в учебнике? Желтый осадок. А, это можно написать. Желтый осадок фосфата серебра. И не просто фосфаты, а, будем говорить строго, ортофосфата серебра. Да? У нас образовался. Так, а теперь то, чего нету в таблице растворимости. Хотя, на самом деле, могли бы и внести. Например? Ну, может быть, кто-нибудь по виду скажет, что это за раствор. Хлорит железо зеленый. К слову сказать, он там на столе стоит. Это дихромат калия. Или, как мне больше нравится, более устаревшее название бихромат калия. Ну, это, собственно говоря, другой вариант хромата, в которого хромат превращается в кислые среди. Там, на самом деле, они взаимно переходят друг в друга. Ну, собственно говоря, здесь тоже у нас должно быть по всем прописям выпадение какого-то осадка. Ну, посмотрим, будет там что-нибудь или нет. О, какая прелесть получилась. Это, знаете, похоже на какой-то ликерс, связанный с кофе. Хотите попробовать? Нет. Нет. Итак, вот, собственно говоря, мы с вами получили опыт еще двух реакций, которые могут использоваться как качественные. Да? Обратите внимание, что с галогенидами и эти пробирки у вас у всех в штативах стоят. Цвет был от чисто белого через сливочный в желтовато-белый, но вот такого явно желтого цвета мы не получали. А с фосфатом серебро дает осадок именно вот такой вот фактуры такого цвета. И с дихроматом хорошо видно образование такого вот коричневого, но поскольку взаимодействие прошло не до конца, да, он еще подкрашен оранжевым цветом самого маточного раствора. Так, и теперь, теперь, ну, вы имеете счастливую возможность все это же самое провести. 15 минут у нас будет. Так, пожалуйста, в пятую или шестую можете смело капнуть и увидите чудо. А что здесь было? Здесь был. Фосфат калия. А вот там будет дихромат калия. А там дихромат калия. Калия дважды хрома. Так, а здесь? Здесь метра цилибра. Ну, в общем, такая краска получилась. Так, ну-ка, что там получилось с бихроматом? Ага, ну, красотища. Ну, в учебниках почему-то написано, что он красный. Ну, такое темно, мне кажется. О, боже, боже, боже. Это цвет кишков. Ну, знаете, есть такой кетчуп, который более ряный, и это он в жидком виде. Ну, красный там точно присутствует оттенок. Ну, красный присутствует, ну, знаете, будто кровь просто оттенка. Да, 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 органы какие-то тут. Это просто у человека, у которого очень сильно стал, у него бордовая кровь. А, это проверяла. Откуда? Ладно. Тихо. Тихо. Какая-то, все, потому что это желтая такая. Ну, она, 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 я по чьи, елка. Ну, только ли – это по-гречески, а ди – это кладдив. Да, с чем-то схожая, да? Кровь, по-трому, сейчас, минус. Да. Ну, просто уже, но очень пожизнен. А, чем вам пахнет? Ну-да, не знаю. Понял, как будет мне ничего? Да? Не знаю. Смотри, чем-то горело. Это похоже на штуку, на какой-то лимонный стоп, который не слабый, не слабый, не слабый, не слабый, не слабый. Так, у всех получилось? Все готовы? Так, и теперь, Елизавета, вы не против, если мы вас вызовем на подиум и вы напишите нам, что же у нас наблюдалось в случае вот этого неионного обмена? Ну, общая схема была ровно та же самая, да? Реакции ионного обмена исключительно простые. А почему, когда я трясу, там что-то жало вверху? А это еще не дореагировавший сам дихромат. Ну, это делалось нагноз только для того, чтобы показать характер протекания реакции. не было задачи, чтобы она прошла полностью. У нас там был нитрат серебра. И он реагировал с ортофосфатом натрия. Да, спасибо большое. Эта помощь была не ценима. А это куда? Это вот там, по-моему. Средайте, надо слить аккуратно, охлоснуть водой и можно чистую поставить туда на стол. Так, фосфорную кислоту помните? Теперь мы должны из кислоты и некой щелочи приучить соль, да? Вот у нас некая щелочь. Пусть это будет упрощить натрия. Реагирует с фосфорной кислотой. И у нас должно что-то получиться. Пишите. Давайте заодно мы как раз и повторим наши ключевые моменты, как образуются щелочи, кислоты и в результате соли. Если натрий у нас имеет единичный положительный заряд айоноводорода, какой заряд имеет? Ну тоже плюс один, да? Знакой такой, водород такой. Так, по зарядам они равны. Значит, фосфат дает 3 иона водорода и соответственно можно связать столько же ионов натрия. Правильно? Согласна? Ну, давайте, пишите. Получается... Три иона водорода ушло. Отдав свои электроны. Отдав свои электроны. Три электрона они отдали, да? Каждый по одному, всего три. Значит, здесь заряд будет. Ну, почти. Согласны? Ага. Конечно. Давайте тогда уж полностью в уголовном виде запишем, да? Три иона водорода у нас получилось. Если мы пишем все в уголовном виде. Три. Угу. Только их? Три. Ага. И в итоге у нас должно получиться... как бы натрий у нас встает на место водорода. В уголовном виде мы уже все написали. Так? Лиза, смотрите, какая штука. Для того, чтобы из OH и OH у нас получилась вода, ей должно быть одинаковое количество. Согласны? Ионов водорода в три раза больше. Так? Значит, этих должно быть столько же. Правильно? Правильно. И их должно быть тоже три. Так? Значит, если их здесь три, ну, соответственно, и здесь их тоже должно быть три. Правильно? А, получается, что они тоже три. Значит, ионов натрия у нас тоже три. Так? Значит. И что мы теперь видим? И что мы теперь видим? У фосфата аниона три вакантных спальных места. Так? Так. А натрий у нас одноместный. То есть на три спальных места фосфата у нас аккуратненько три натрия и поместится. Угу. Поэтому в молекулярном виде фосфат натрия будет выглядеть вот так. И все реакции преодолевают вот такой вид. Согласны? Ну вот, собственно говоря, вам фосфат натрия. Добавляйте. И у нас тут осадок фосфата серебра. Серебро скольки валят, на данном случае. Нитрат металла из какой кислоты возник? Да. Угу. Из азотного. Его можно получить, и мы не от нитрата этим занимались, по вот этой реакции. Азотная кислота у нас выдает 1 ион водорода и нитрат, а неон однозарядный соответственно. Так? Значит, в нитрате серебра серебро проявляет 2 мемкость 1. Степное укисление плюс 1. То есть такое же, как и натрий. И напомню вам, что фосфат 3. Значит, в каком соотношении они должны скомблинироваться? У меня, получается, должно быть 3 мемкость. Угу. Конечно. Вот так. Дышим. И что-то еще. И. Существую. Угу. 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 Азотный нитрат 1 оленный. Натрии тоже отмывалили. Согласны? Значит, они должны отреагировать один к одному. Но из фосфата натрия у нас взялось их целых три. Правильно? Сюда мы ставим три, чтобы выравнять. Так? И для того, чтобы удовлетворить фосфат, нам надо три серебра. Так? А удовлетворить трех натриев нам надо три нитрата. Так? Поэтому просто к нитрату серебра ставим три и реакция равна. Коэффициент три ставим перед нитратом серебра. Ставьте, пожалуйста. Ну вот теперь вся бухгалтерия соблюлась. Спасибо большое. Вот такой осадок у нас выполнен. Так, быстренько, София, будьте так любезны. Прошу вас. Изобразите нам, что у нас произошло в шестой пробирке. У нас там был нитрат серебра и бифромат калия. Преправа и вода. Преправа и вода. Если четыре, то это будет хромат. Преправа и вода. Сразу вот так вот. Угу. 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 Отлично. Ну и коэффициентик. Так. Еще куда-то. Браво. Спасибо большое. Так. Поигрались мы немножко с серебром. Ну давайте отдохнем чуть-чуть. Так. Дорогие друзья, мы с вами провели серию блистательных экспериментов, основанных на реакциях ионного обмена. И выяснили, что в результате того, что частицы веществ обмениваются своими ионами, может получиться так, что в результате встречи двух незнакомых ионов из разных сосудов, образуется, например, нерастворимое соединение, имеющее тот же самый ионный характер, но ионы в нем вслепляются настолько крепко, что их взаимодействие становится больше, более эффективным, чем взаимодействие каждого из ионов с молекулами нерастворителя, который растаскивает такой раствор и, соответственно, вещество является растворимым. В нашем случае вещество оказывалось нерастворимым и выпадало в осадок. Когда мы с вами говорим о растворах, о жидких системах на основе воды, обычно всегда за пределами нашего зрения остается взаимодействие вещества и воды. И традиционная школьная химия на начальных годах изучения этой великолепной науки говорит, что процесс растворения не является химическим процессом. На что любой грамотный десяти или одиннадцатый классник сразу выставит вперед палец и скажет, ага, а как же вот это и вот это? На самом деле, вода, кроме того, что создает среду, в которой происходят все процессы, включая нас с вами, является очень и очень активным и непосредственным участником всех этих вопросов. И чтобы перейти к делу, я рекомендую вам вспомнить такие понятия, с которыми вы, наверное, уже сталкивались. Это сильные кислоты и слабые кислоты, или сильные щелочи и слабые. В чем заключается их сила или слабость? В разности концентрации? В разности концентрации? С этой точки зрения, да. Если мы возьмем концентрированную серную кислоту и сунем в нее палец, и очень сильно разбавленную серную кислоту, то палец нам, конечно, скажет, что в первом случае кислота была очень сильная и крепкая, а во втором случае так себе. Но с точки зрения химии мы говорим немножко о другом. Потому что, например, если мы возьмем одинаковую малярную концентрацию, скажем, уксусной кислоты и серной кислоты, то количество ионов водорода, которое образуется в растворе, будет очень сильно разным. И это зависит от того, с какой силностью кислота диссоциирует и распадается в растворе на ионы. И аналогичная ситуация, только как бы со знаком наоборот, происходит и со щелочами. Да, поясню это немножко на примере. А я бы наступил или раздавил. Ну, например, даже давайте возьмем для простоты не уксусную, а какую-нибудь другую кислоту. Вот у нас есть кислота. Какая? Как она в растворе распадается на ионы? На H для хон. Да, где-то диссертация ее на два иона. Так, а возьмем тоже одноосновную кислоту, например, вот такую зловещую кислоту. Синельная? Да, синельная кислота и лицианов водорода. Как она ведет себя в растворе? Тоже распадается на ионы. Ну, очевидно. На какие? На H, C, C, C. Ну, очевидно. Если мы говорим про то, что это кислота, пока мы не рассматриваем кислоты, которые не дают ионов водорода. Такие есть и называются они апротонные кислоты. Как называется водород кислота? Это H, C, F. Синельная кислота или циановодород. Да. И она дает нам соответственно ионы водорода и цианид и неонов. Если мы возьмем одинаковую концентрацию и того и другого, ну, условно скажем, пусть это будет концентрация 1 моль на литр у того и 1 моль на литр у другого. То если мы измерим концентрацию ионов водорода, ну, скажем, аппаратным методом с помощью pH-метра, то мы увидим, что концентрация ионов водорода в случае соляной кислоты будет намного больше, чем в случае синильной кислоты. Почему? Как можно объяснить этот непостижимый феномен? Потому что нижняя она органическая. Цианид? С чего? Потому что там есть углерод, а угольная кислота органическая или не органическая, как вы считаете? Там тоже есть углерод. Но она же практически не существует. Кто? Угольная кислота? Да. Она же не разлагается. У нее есть много форм существования, но это же не значит, что она не существует. Она не разлагается. В принципе, есть нормальная любую газировку, вон, все магазины заваривают для потолка. Как объяснить? Вот диссоциация прошла здесь, диссоциация прошла здесь, но почему-то здесь, когда мы уберем содержание продуктов этой диссоциации, их оказывается меньше. А концентрация одна и та же. Ну что, вариантов нет? Атомная масса сразу. По большому счету это сильной роли не играет, потому что атомная масса здесь будет не очень-то сильно отличаться. 35,5% у хлорида и у этих 12 до 14 до 28, но достаточно близко. Почему концентрация ионов водорода будет отличаться? То есть я таки думаю, что надо на него наступить, уже добить его. Потому что сейчас, потому что в случае соляной кислоты, там водород зависит только из зонов хлора. А в случае синийной кислоты, получается, что у водорода был еще соперник в виде углерода и азота, которые вместе были каким-то ионом. И водород был там синий. Хорошо, я привел вам примеры конкретных. Давайте обратимся к более общей схеме. Одномалярная кислота вот такая и одномалярная кислота вот такая. И здесь будет та же картина. Пока о кислотном остатке мы не говорим. Ну, в принципе, все здесь очень просто на самом деле. Концентрация кислоты либо в такой форме, либо в такой форме у нас одинаковая по условию задачки. Так? У нас отличается только характер их диссоциации. Вся соляная кислота в растворе распадется на два иона. А у синильной только незначительная часть. И оставшиеся будут присутствовать в растворе в недиссоциированной форме. Так понятно? То есть, представляю себе такую ситуацию. У нас есть человек, у которого в кармане есть деньги. И один человек, пусть деньги будут водородом, а кислотный остаток человеком. Человек приходит в магазин и начинает диссоциировать. Человек остается, а деньги утекают в кассу. Жадный. И деньги тратить не любит. Он пришел в магазин, посмотрел, плюнул, развернулся и ушел. И остался при своих деньгах. То есть, человек и деньги не диссоциировали. То есть, их связь не разрушена. Угу. И то же самое происходит здесь. И для того, чтобы это выразить наглядно, обычно, когда процессы могут протекать в обе стороны, то это дело обозначают разными стрелочками. Сюда большую, сюда маленькую. Это значит, что процесс сильно сдвинут в эту сторону. И практически вся соляная кислота, растворосных два ион, которые перешли в раствор и дают нам кислую реакцию. В случае соляной кислоты, ситуация выглядит точно наоборот. Очень незначительное вещество будет диссоцировать на ионы, а основная часть будет в виде недиссоцированной кислоты. Мы с вами всю дорогу разбирали поведение и еще одной кислоты, которую традиционно в начальных курсах химии не рассматривают ни как кислоту, ни как щелочь. Хотя она на самом деле является тем другим. Это кислота вот эта, которая тоже в растворе диссоциирует на два ион. Это мы с вами уже обсуждали много что. В какую сторону будет сдвинута это равновесие? Вода является очень-очень слабой кислотой или очень слабой щелочью, поэтому оно будет все сдвинуто сюда. И если мы возьмем химическую чистую воду и измерим в ней реальное количество свободных форм водоавра и свободных гидроксидов и ионов, мы можем получить соотношение диссоцированной и недиссоцированной формы. И какое оно будет, как вы считаете? Есть какие-нибудь предположения, какая доля молекул воды будет распадаться на ионы? Так что одна из десяти в шестнадцать. Это число вот такое, то есть из десяти в шестнадцатой степени это сколько? Девять и семь. Одна из десяти миллионов миллиардов молекул, не одна, а почти две из десяти миллионов миллиардов молекул будет распадаться на ионы. Все остальные будут в молекулярной форме. То есть видите соотношение, да, и насколько одна стрелочка должна быть больше другой. К чему я это говорю? А что за К вот это вот? Это константа равновесия. Константа равновесия. Почему я начал вообще говорить сегодня о скоростях реакции? Все эти реакции у нас идут в обе стороны. Правильно? Значит, как и для любой реакции, мы можем представить себе, что скорость этой реакции у нас будет пропорционально на молядную концентрацию воды. Согласны? Это скорость прямой реакции. Это как бы реакция первого порядка, поскольку в ней участвует только один реактор. Вот для этого. Теперь, если мы эту реакцию обратим и будем смотреть на нее с другого конца, никто нас это не встречает, то мы можем выразить и скорость обратной реакции. Это будет первая константа, это будет вторая константа и очевидно, что она будет пропорциональна концентрациям реагентов, которые дадут нам в итоге наш продукт. Что такое равновесие? Вот у нас эта система присутствует в равновесии с этой. Эта система не диссоцированной соляной кислоты в равновесии с диссоцированной. Все химические равновесия, собственно говоря, мы их даже не можем представлять, они и являются динамическими равновесиями. Это не то, что все застыли. Часть маленькую распалась и присутствует в виде ионов, а часть сидит и держится друг за другом. Совершенно не так. Просто все они распадаются с определенной скоростью и в обратном случае распавшаяся форма собирается обратно. Идет два взаимно противоположных процесса. Одни распадаются, другие собираются. Все только дело в том, с какой скоростью это происходит. И равновесия у нас достигается тогда, когда у нас скоростью и обратной реакции начинают совпадать. Согласны? Тогда внешне ничего не получается. Это как люди, которые переходят с одной стороны дороги на другую. Представьте себе. Дорога 100 человек с одной стороны, 100 человек с другой стороны. Но за каждую минуту, например, с правой стороны дороги переходит 10 человек, а с левой стороны дороги переходит 5 человек. И все, которые перешли на другую сторону, превращаются в свою противоположность и стремятся перейти обратно. Но скорость перехода у всех разная. Отсюда туда переходит по 10 постоянно, обратно по 5. Ну, понятно, что в какой-то момент людей станет гораздо больше с одной стороны. Это и будет достижение равновесия. И та цифра, которую я вам изобразил для воды, это как раз и есть соотношение прямой и обратной реакции. То есть скорость реакции распада воды относится к скорости образования воды из двух ложек, как вот эта цифра. Если скорость прямая и обратная реакция у нас равна, то соотношение скоростей будет чему равна? Единица. Ну да, единица, очевидно. Если мы одно разделим на другое, мы можем получить соотношение скоростей. Правильно? Мы в данном случае начали с другого конца, поэтому запишем его в соответствии с тем, как оно у нас изображено на доске. Вот у нас есть одна реакция прямая и обратная. То есть мы делим скорость одной на скорость другой. И в результате у нас получается... Соотношение произведения концентрации диссоциированной формы воды к недиссоциированной форме воды будет вот таким. Пока это немножко сложновато для восприятия, я чувствую, что слова не самые лучшие подобрал на сегодняшний момент. Да, но просто чтобы у вас была в голове вот эта концепция, что все процессы являются разновесными и ход процесса, который мы наблюдаем, определяется исключительно соотношением скоростей прямого и обратного хода реакции. Судя по этой цифре, Вся реакция, когда у нас цифра получается очень маленькая, это значит, что в дроби знаменатель намного больше, чем числитель. Согласны? То есть эту же самую цифру мы можем представить себе как вот так 0, 16 нулей, 18. Ну, 16 это вот все из отлей, как вот такая десятичная дробь. И теперь возвращаемся к нашему взаимодействию. У нас в системе одновременно присутствуют, например, для соляной кислоты и вода, и соляная кислота. И те и другие распадаются на ионы. Но соляная кислота делает это настолько интенсивно, что на фоне ее диссоциации доля ионов водорода, которые пришли из воды, очень и очень незначительная. И фактически ее можно поднимать. В этом случае мы как раз говорим, что соляная кислота является сильной. Она вся разваливается на ионы. В случае с синильной кислотой у нас ситуация получается в корне другая. Ее равновесие сдвинуто влево, то есть распадается очень и очень незначительная часть. Мы говорим, что синильная кислота, кислота слабая, она дает слабое, маленькое количество ионов водорода. И как кислота, она не очень эффективна. Вот в этом ее слабость и заключается. Если мы берем сильную кислоту, как соляная или как сирная, которая тоже вся распадается на ионы. Вот она сильная. Пусть если она концентрированная, значит и количество ионов водорода будет тоже очень высокой консентрацией. Для синильной все совершенно не так. И теперь смотрим на характер равновесия. В случае диссоциации воды оно сдвинуто влево к образованию недиссоциированной формы. В случае синильной кислоты все ровно точно также. И в результате этого у нас все компоненты этой системы начинают взаимодействовать. Потому что они начинают совпадать по скоростям реакции. Если вода распадается очень медленно, соляная кислота распадается очень быстро, то с точки зрения соляной кислоты все телодвижения воды выглядят совершенно застывшими. Она вот как байкер, который несется 200, да, и он всех вечеринцев, которые с рассадой и тещей едут 60 км в час в правом ряду, всех их делает как стоячих. И с точки зрения байкера, да, что деревья на обочине, что эти мичуринцы с рассадой, они все выглядят, движутся с той же, с одинаковой скоростью. Что деревья, что дисциплинированные водители. А когда их скорость примерно совпадает, они сразу начинают друг друга замечать, что ах ты меня подрезал, а там вот сидит овца какая-то в телефоне копает, ряд не соблюдает. И соответственно они начинают взаимодействовать. Точно так же это происходит и здесь. И что может получиться? Синильная кислота, которая распалась на два иона. Ну, повезло этой отдельно взятой молитвы синильной кислоты. Эти два иона хотят воссоединиться и вернуться в свое материнское нерасправшееся состояние. Мы с вами говорили о том, что химия верховодит принцип тождественности, когда все частицы являются одинаковыми. Поэтому цианид ион хочет взять из раствора ион водорода и превратиться обратно в синильную кислоту. Он его берет и превращается. При этом его совершенно не беспокоит откуда этот ион берется. Он может взяться и из воды. Но если у нас взаимодействуют две кислоты, и вода ведет себя как кислота, и цианид и водород ведет себя как кислота, но они просто обмениваются ионами водорода и ничего особенного не происходит. Да, мы только что с вами говорили, что ион водорода абсолютно одинаковые. Гораздо интереснее все происходит, когда у нас синильная кислота выступает в виде своего производного. В виде, например, цианида калия. Видите, какой я взял зловещий пример для рассмотрения. Хотя, надо сказать, что ядовитость этого соединения очень сильно преувеличена. Смертельная доза там у него очень и очень немаленькая. То есть, если мы просто так вдохнем эту кислоту, то ничего? Нет, голова поболит немножко и все. То есть, там надо чуть ли не столовую ложку с горкой съесть, чтобы эффект оказался фатальным и необратимым. Многие растительные алкалоиды, там буквально несколько молекул и все. А тут вот... А еще раз, сколько это называется? Вот это? ХЦ? Нет, калий-Ци. ХЦианинская калия. Или цианид калия. Потому что диссоциированная кислота. И когда мы обратимся к нашей любимой объяснялке по электроотрицательности, мы увидим, что электроотрицательность водорода, углерода и азота очень близка. Это, собственно говоря, и объясняет, почему эта молекула не так охотно диссоциирует, как какие-нибудь другие. Итак, в растворе у нас есть система из вот этих четырех ионов. Мы с вами только что разбирали, как в результате обмена ионами образуются нерастворимые осадки, которые уходят из оборота, а остальные остаются плавать. Так? Ровно та же самая ситуация у нас получается и здесь. Складываем эти два процесса и запишем их и отметим те компоненты, которые хотят воссоединиться. Ион водорода и цианид. И они таки воссоединятся. Другое дело, что они не выпадут в осадок, да? У нас получится молекула целиком. Эта молекула будет взаимодействовать с молекулой растворителя и останется плавать в растворе. Но она слипнется. Ион водорода слипнется с цианидом и образует неассоциированный вон. И вуаля! Мы смешали воду, мы смешали соль. И в результате у нас получилась щелочь. То есть из ниоткуда у нас в растворе взялась щелочь. Ну не магия ли? Но когда мы смотрим на ионное уравнение этого процесса, то все становится понятно. Вот у нас кислотный ион из воды. Вот у нас щелочной ион из воды. Соль хочет вернуться в свое кислотное состояние. Вернуться к родителям в кислоте. Вот бывают такие дети, которые настолько любят маму, что из собственной семьи потом сбегают к маме. Вот и здесь ровно та же самая ситуация. Радикторское влияние слабой кислоты настолько велико, что даже соль этой кислоты при малейшем условии, при малейшей возможности, пытается стремиться в свое исконное кислотное состояние. И вода предоставляет ей такую возможность. Хотя из очень небольшой константной кислотации. 1,8 на 10 минус 16. А статамат работает? Да. Но тем не менее это количество ненужное. И в результате этого у нас происходит вот такой процесс. Процесс называется гидролиз. Гидролиз разных солей. То есть смотрите, сегодня мы с вами почти половину программы 9 класса по химии прошли. И еще серьезный кусок из 11. Круто. Всего-то за одно расширенное занятие. Это все понятно, что тут происходит? Да. То есть мы можем сказать, что соль, любая соль, образованная... Из чего, кстати, она образуется? Из чего образуется соль? Из илодов, металлов и анионов. А если рассматривать соль как результаты реакции нейтрализации? Из щелочек. Из щелочек иислоты. Конечно. Вот давайте и представим себе, что вот наша логическая соль образовалась в результате реакции нейтрализации. В реакции нейтрализации соляной кислоты и гидроксида калия. В результате у нас получается санистокалий и вода. Правильно? Вот, пожалуйста, реакция нейтрализации. Все русским по-зеленому. Соответственно, родители этой соли это кислота и это щелочек. Как мы с вами только что выяснили, синильная кислота, кислота слабая, а гидроксид калия это основание очень сильное, полностью распадающиеся нейроны. Кто слабый, к тому мы и возвращаемся. В итоге гидролиз. Вот, пожалуйста, наш гидролиз в результате образуется тот из родителей, который слабее с точки зрения диссоциации. И теперь, если мы рассмотрим поведение в растворе солей, образованных слабыми кислотами, мы увидим ровно ту же самую ситуацию. Кто знает какие-нибудь слабые кислоты, которые плохо диссоцируют? А что это внутри? Соль этой кислоты. А, давайте для повторения. Вот она угольная кислота. Чтобы получить из нее соль, мы должны провести реакцию нейтрализации. Чтобы не путаться, для нейтрализации мы будем брать сильные щелочи. Ну, заведомо сильные. Это щелочи щелочных металлов. Они, собственно говоря, потому и называются щелочные металлы. Потому что они всегда дают хорошие, крепкие, растворимые, не ассоциирующиеся обратно щелочи. Что получается? Вода и карбонат на крем. Похожие процессы могут быть и с другими кислотами, которые тоже являются слабыми. Например, сернистая кислота. Она сернистая или сернистая? Ну, я говорю, сернистая. Можно, наверное, и сернистая. Мне кажется, что это уже в духе граммарнации. Творог или творог? Можно и так и так. Можно расставить коэффициенты. А вот звони-то не звони, тут уже принципиально. Звони-то. Так, ну, мне кажется, так сойдется. Нет. Лед водой еще много. Нет. Ну, я упряма в стол. Ну, 4H. Ну, если нет. Ну, да. Да. Перед водой твой кищем нужно поставить, чтобы кислородить. А, ну да, конечно. Так, еще есть такая великолепная кислота, что получится? Что это за кислота? Сероводорожная. Сероводорожная. Что выходит? Субфит натрия. И еще есть кислота, условно кислота средней силы, хотя с большой натяжкой к ней можно применить это определение. Я их сейчас переписываю, потому что мы сейчас с ними немножко поработаем. Так, Елизавета, этот номер вы сегодня исполняли, что получится? Получится на 3, 2, 3. И нужно расставить конфидцерты. Так, ну вот. Нужно поставить 3 перед натрием и перед водой. Вот, все. Так, 4 и флакончик у меня там 4. Может нерастворимые кислоты как слабые не отсутствуют? Нерастворимые кислоты? Я бы вам так сказал, что если вещество нерастворимое, это значит оно настолько слабое, что даже не то что диссоциировать, оно даже растворяться не хочет. Но очевидно, если вещество попадает в осадок, о диссоциации мы даже не говорим. Оно по определению уже ассоциировано обратно. Но просто его свойства позволяют ассоциированным частицам еще слепаться друг с другом и образовывать то, что мы называем осадком. То есть каждая частица, во-первых, ассоциирована обратно и потом она взаимодействует с молекулами растворителя. Если это взаимодействие сильно, то она растворяется. Можно выйти? Конечно. Друзья мои, надо выйти. Выходите себе спокойно. Не надо это рекламировать. Взаимодействуют с молекулами растворителя и плавают в растворе. Если взаимодействие этих частиц друг с другом сильнее, чем с растворителем, они слепаются и в результате к ним добавляются. Еще, 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 еще. И они все упалят. Возвращаясь к этим самым солям. Схема там ровная, такая же, которую мы с вами только что разбирали на примере синельной кислоты. Вот у нас карбонат. Вот у нас сульфид. Вот у нас сульфид. И вот у нас ортопосфат. В растворе они у нас теоретически должны дать вот такой комплект ионов. Согласны? Есть возражения? Натрик, Два, СУ, три, на три, на три, два, целый, три, и мы должны быть целый два плюс 6. И параллельно со всем этим у нас происходит еще и диссоциация воды. Теперь в этих уравнениях выделим слабый элемент, который хочет вернуться в исконное материнское состояние. Бесконное материнское состояние это будет кислота. Помните, что любая соль образуется в результате реального или гипотетического взаимодействия соответствующей щелочи или кислоты. От щелочи у нас фрагменты это катионы щелочного металла, в нашем случае натрия, от кислоты аниона кислотного остатка. Он так и называется кислотный остаток. Так, и что будет происходить при гидролизе? Соединение. Какого скилла? Ваторозу с кислотным остатком получится кислота. Настя. Вы просто суперкинки. Да? В итоге у нас плюс вода, это относится ко всем стрелочкам. А то давка закончится. Натрий при взаимодействии с водой ион натрия. Что с ним делать? Он соединится с гидроксом? Ну, вообще-то он ни с кем не соединится. Он окружен гидратной оболочкой и великолепно плавает, ныряет. У него в карьере все сложилось. Поэтому, с точки зрения частиц гатория как иона, ничего в его жизни не поменяется особо. А вот с кислотными остатками все очень сильно здорово поменяется. Карбонат. Что будет? Карбонат. Вот все. 3 плюс H получается. Да. Согласна? Ну, это промежуточная идея. Карбонат и неон. И в растворе у нас есть, кроме воды, на выбор ион водорода, гидроксид и неон. Тогда мне H2O3. H2O3 это будет угольная кислота, это будет вторая ступень гидролика. Ну, гораздо менее вероятная, поэтому пока мы будем рассматривать первую ступень гидролика. То есть, в изначальную ступень гидролика в угольной кислоте он вряд ли выйдет? Тоже выйдет отчасти, но не сильно. В основном будет образовываться гидрокарбонат или бикарбонат. Так, с случаем сульфид анионов, что будет? H6O3 с минусом и бисусом. Как это называется? Это гидросульфид. Гидросульфид. Совершенно с вами согласен. Так. H6O3 H2O3 И самый H2O3 H2O3 Умничка. Ну, глядя на эти процессы, хочу заметить, что при соединении еще одного ионов дорожного, возможно, и сюда, с образованием уже угольной кислоты в ее канонической форме, с образованием серно-стой кислоты, канонической, еще один протон. Еще один протон даст нам чистый сероводород, а здесь для гидрофосфата. Фосфорная кислота у нас трехосновная. Значит, у нее три этапа в развитии. Не два какой-то, а три. Присоединяя протон, следующий этап гидролиза, там будет дигидрофосфат, и потом уже недисоциированная форма ортофосфорной кислоты. Ну, это лирическое отступление такое небольшое. Я думаю, что вы сами прекрасно это все понимаете. Но, самое главное, что мы видим в результате взаимодействия с водой, то есть в результате гидролиза, это вот что. Гидрофосфорная группа. Везде образуется свободная щелочь. То есть, мы берем чистую соль, никаких кислот, никаких щелочей там и рядом не лежит. Все это мы ввозим в водную среду, и откуда ни возьмись, появляются щелочки. Магия? Магия для тех, кто не понимает, что такое гидролиз. А для прошаренного химика это совершенно стандартный процесс. Гидроксилы взялись без воды, потому что вода это тоже кислота и она же щелочь. Да? То есть, запоминаем крепко-накрепко, что вода, единственное истинно амфотерное соединение в природе, это вода. Потому что она конкретно кислота и конкретно щелочь без всяких оговорок. Итак, гидролиз дает нам щелочную реакцию. Ну, давайте-ка с вами проверим, врут нам или нет. Так, что нам для этого надо? Угу. Ну, давайте проверять. Так, кто у нас там первый карбонат? Ну, надеюсь, что концентрации хватит, все делалось так, на глазик. Карбонатик. Ну, проверим его с помощью фенолофталиина. Да? В щелочной среде он должен стать малиновым. У волшебника Сулеймана все по-честному без обмана. Карбонат дал нам выраженную щелочную среду. Так, ну и ладно, и бог с ним. Так, карбонат молодец. Так, следующий. Сульфид. Проверяем. Сульфид. Ну, пожалуйста. Все по-честному. Из ниоткуда взялась щелочь. Так. Теперь самый дурно пахнущий наш партнер. Ну, могу сказать, что он из них из всех чемпион по гидролизу. Малиновый самый малиновый. Да. А вот с фосфатами тут есть нюансы. И сейчас мы посмотрим, сработает оно. Если кислота концентрирована, это должно сработать? Ну, наверное, у нас там все-таки соль. Это фосфат натрия. Ну, и тут сработало. Надо же. Что будет, если все смешаем вместе? У нас получится смесь фосфата, карбоната, сульфида и сульфида. Ну, собственно говоря, что нам мешает-то? Ну, смотрите, не боитесь, что рванет? Нет. Не думаю, что рванет. Ну, собственно, ничего особенного и не должно было произойти. Да? Окей. Так, друзья мои, мы только что с вами экспериментально подтвердили, что да, действительно у нас образуется щелочь при растворении соли. В результате какого процесса? Гидролизом. Гидролизом. Великолепно. Так. И теперь, ну, попробуем, не знаю, как оно там получится, конечно, провести и еще одну интересную штуку. Ты помочь? Да, пожалуйста. Смотрите, что у меня есть. Шампанское. Прости. Давайте продолжим наше с вами рассуждение. И количество молитвов. Если мы... Концентрательные. Вот что у нас происходит просто в растворах этих самых солей. А если мы возьмем и осмелимся туда добавить кислоты, что будет происходить? Добавим сюда еще кислоту? Угу. Какая? Натриня. Ну, например, если мы возьмем первый случай с угольной кислотой, точнее не с угольной кислотой, а с карбонатом, да? Да, вот это с вами проследим цепочку взаимодействий. Вот у нас карбонат натрия. В воде он у нас гидролизовался. Так, с образованием натрия, гидрокарбоната и гидрокарбоната. Добавляем туда кислоту. Ваше предположение. Ну, давайте не будем пропускать этапы, да? Ну, я сказал, давайте не будем пропускать этапы и сам пропустил этап. Да? Распишем все по очереди. Мы внесли ионы водорода, которые у нас моментально начинают нейтрализовываться и возвращаться в исходное поразительское состояние. Да? То есть вода у нас сама же подвержена гидролизу. И превращается, дисцированная вода превращается обратно в молекулярную воду. Согласны? То есть идет реакция нейтрализации. То есть щелочь мы отсюда как бы убрали. Напомню вам, что эти процессы являются равновесными. Так, здесь оно не равновесно, потому что мы насильственно нарушаем равновесие добавления внешнего продукта. Здесь у нас все равно в равновесии. И у нас, соответственно, на одной чаше весов есть гидроксид анион. На другой стороне не гидролизованная соль, так скажем. Чаши весов уравновешены. Если мы с одной чаши весов снимаем гидроксид анион, что у нас происходит? Часть не гидролизованной соли у нас гидролизуется для того, чтобы восполнить недостаток гидроксид анионов. То есть система всегда стремится к равновесию. Волчок, когда крутится, его толкаешь, он покачнулся и опять вернулся к вертикальному положению. Про принцип Лешателье слышали уже в школе? Это фундаментальный закон химии и фундаментальный закон жизни, который касается равновесия. А я не устаю говорить про то, что все у нас находится в равновесии. В том или ином, но тем не менее все процессы идут в обе стороны и всегда устанавливается некое равновесие. Поэтому если мы убираем один из компонентов, то разновесие у нас переключается так, чтобы его дефицит восполнился. И большая часть соли гидролизуется туда. Соответственно, если мы его убираем и вот у нас второй этап этого процесса здесь есть, у нас все это поважится в ту сторону. И пойдет гидролиз уже по второй ступени гидрокарбоната. Если мы возьмем его, этот самый гидрокарбонат с водой, то там будет идти совершенно аналогичный процесс взаимодействия с водой, то есть гидролиза с организованием. Согласны? Ну, общая схема ровно та же самая. Просто он у воды оттягивает еще один ион водорода. И образуется недисоцированная форма. Это уже второй этап гидролиза. И опять гидроксид и неон. И если мы неустанно продолжаем добавлять туда кислоту, продолжаем и продолжаем. Вот в какой-нибудь системе. В итоге что у нас получается? Гидроксид и неон связываются с ионом водорода в воду. И весь этот процесс мы стаскиваем в сторону образования вообще недисоцированной угольной кислоты из изначально нейтральной соли. Добавляя кислоту, мы получаем угольную кислоту. Но это можно объяснить другими словами через ионный обмен. Но мы с вами только что пришли к тому, что гидролиз по сути своей это и есть ионный обмен, но с водой. Ну видите как все просто. Достаточно понять, что вода может диссоцировать неоны и вся химия раскладывается сразу же по полочкам. Все что касается гидролиза становится понятно автоматически. А что такое угольная кислота? Это H2O плюс CO2. Это гидроксид. А гидроксид это водная форма оксида. То есть угольная кислота это тоже самое, что гидрат диоксида углерода. Ну а уж гидрат он разваливается от одного взгляда и из раствора начинает хлистать диоксид углерода. Давайте проверим, будет это происходить или не будет. Кислота у нас не очень крепкая, поэтому... А, а та еще более дохлая. Ну да. Показывает нам телерепортаж? Ну, так, не обещаю, что получится слабоватая концентрация, но посмотрим. А получается что должно получиться, если на H2OT плюс H0O? Ну, мы ожидаем, что там что-нибудь выделится. На H0O? А в пути углекислая газ и вода? Нет, слабая концентрация, конечно. Да нигде все. Ну, вот одинокие там пару пузырьков каких-то... Ну вот... Не сказать, чтобы это было искрометное шоу. Надо брать большие концентрации. Так. Ну, давайте-ка с сульфидом попробуем. Здесь нам на помощь придет нос. Нос. Даже цвет поменялся. Ох! Ага! Еще и диспропорционирование пошло. Так. Ну, параллельно у нас пошел еще и окислительно-восстановительный процесс. А в любой... Вот, которые грязные на столе лежат, а чистые... Вот они-то. Так. Понятное дело, что здесь пузырей и не ожидается, да? Ну, там несколько есть. Ну, как-то бы... Честно говоря, вот... Не чувствуется. Ну, ладно. Тут и не предполагалось, что будет очень красиво. Но, по крайней мере, на примере сульфида все получилось, конечно, очень хорошо. Я даже не про осадок, а про запах. Что? Газ оттуда стал выделяться совершенно явственно. Да? И давайте с вами теперь распишем это все для сульфида. Как это происходит. Как у нас идет гидролиз и что получается при добавлении кислоты. Итак, сульфид, натрия, у нас в воде гидролизуется. Раз. И гидролизуется два. По второй ступени. Понятно? Угу. Соль, образованная сильным основанием и слабой кислотой, стремится вернуться к слабому родителю, к слабой кислоте. Это и происходит. А что мы смешали, когда получился этот невкусный запах? Ну вот, что я имею в виду. Мы смешали соль, сульфид, натрия. И все. Клор. Поскольку просто в воде этот процесс идет достаточно слабо, вот вы можете почувствовать аромат, который оттуда исходит. Настя. А почему так нельзя? Потому что там иногда могут быть очень едкие штуки, и можно здорово обжечь себе и нос, и глаза. Потому что он слабый. Вот, чувствуете, да? Что запах есть, но слабенький. А вот из той порции мороженки у нас на другом конце ЭВЦ, я думаю, уже там люди на них хватает. Там все получилось. Потому что мы связывали все образовывающуюся щелочь и таким образом смещали равновесие направо. Отсюда сюда, а отсюда сюда. И в результате этого у нас образовывался свободный сероводород, который охотно покидал водную среду и устремлялся в наши трепещущие носы. Т.е. натрий 2С плюс OH или что? Натрий 2С плюс H2O. Наверное, я здесь... Давайте я по-другому напишу. Вот так вот. Так, понятно? Почему это происходит? Потому что у нас... Давайте-ка, я чувствую, что понимание еще пришло, но не до конца. У нас вот эту всю систему мы можем переписать как ионное уравнение. Так. Согласны? Диссоциация сульфиды натрия, вот она. Диссоциация воды, вот она. И когда они встречаются в одном месте в одно время, у нас есть компоненты для образования материнского вещества слабой кислоты. То есть сероводороды. Но процесс идет в два этапа. Да, сероводород состоит из одной серы и двух водородов. Они присоединяются по очереди. Поэтому на первом этапе у нас получается... Гидросульфиды, который, в свою очередь, возьмем его уже отдельно. Вот это вот, это следующая молекула воды, которая встречается с ионами пяти. И он связывает еще один ион водородов. Гидросульфиды. Спасибо! Да, замечания, конечно, два. Высей, правильное замечание. Если уж пишем в выводной форме, то надо уравнивать, потому что иначе у нас здесь был один натрий, то есть один плюс и два минуса. Ну что, что, а заряды из ниоткуда не получаются, не в равновешенном. Хотя астрофизики знают меня сильно сильно. Вопросы? Я столько не поняла, что мы смешали, чтобы получился этот запах. Мы смешали сульфин, матрия и воду. Мы его растворили с водой. У нас получился незначительный запах. Все эти процессы у нас прошли и так. Чтобы получился гидролиз. А для того, чтобы этот гидролиз усилить, убыстрить, если мы все это дело перепишем в один этап, то получается у нас... Так понятно, что так происходит гидролиз? Сам по себе сульфид натрия не пахнет, пахнет его родительская кислота. Раствор сульфида натрия, вот он, пахнет чуть-чуть, потому что гидролиз сам по себе протекает, но не очень интенсивно. Но если мы сюда еще добавим кислоту, которая свяжет нам образовывающуюся щелочь, то мы очень сильно сдвинем наше равновесие направо. И здесь у нас будет уже не щелочь никакая. А вода и сероводорода в результате образуется много-много-много. Он будет улетучиваться из раствора и создавать нам здесь приятную атмосферу соляной пещеры. Настя, теперь понятно или еще нет? Да. Добавление сюда кислоты, оно создает нам эффект вакуума на противоположном конце. Там у нас образуется щелочь, и мы ее как бы нейтрализуем. Наш с вами прошлый опыт с бутылкой, которая скручивалась, помните? У нас связывался газообразный продукт в твердое состояние. И в результате давления газа в закрытой бутылке становилось меньше-меньше, и бутылку сжимало. Точно так же происходит и здесь. Бутылка сжимается и тащит все на себя. Ну, предположим, что бутылка у нас упругая, да, она сжимается, но делает вдох и вытаскивает всю систему в сторону движения туда. Если прямо сейчас это сразу все не очень понятно, да, но постепенно, через несколько этапов, я думаю, какая-то понятка наступит больше степени. И аналогичная ситуация, но со знаком наоборот, может происходить тогда, когда у нас материнский мир. Веществами является слабая щелочь и сильная кислота. Давайте рассмотрим и такой процесс. Так. Так. Так, таких веществ, мы не можем не сказать, чтобы было прядные элеоны, но кое-что у нас есть в запасе. Что это? H4C, какое бывает? Сейчас проверим, насколько он работает. Ага. Работает? Нет, тут все правильно. Кислый, среди или цвет? Так. Посмотрим, вот это сработает или нет. Сильно. Ну, оно сработало. Вот, может быть, надо было больше концентрацию мрать. Ну, немножечко отдает, но, по-моему, больше бронтимоновым пахнет. Так. И, и, и. И если добавим туда секретный элитин. А, это вообще не так. Так. Оцените, пожалуйста, этот запах. По-моему, вот так больше спиртом пахнет каким-то. Ну, тухой яйцей. Спиртом каким-то, это потому, что бронтимовый, ну, на спирту раз тоже. Ну, короче, ничем особенно не пахнет. Ну, спирт, но как приятно пахнет, тухой яйцей. Так, ладно, пока там идет. Да, да. Ну, или нет. Ну, сейчас. Еще разик это все сделаем. Так, давайте, моловой. Мог бы и пожелтее быть, между прочим. Прямо скажем. Да, если бы еще кто-то украсит. Так. И сейчас, чтобы было без обмана, мы добавляем туда щелочь. Это у нас гидрофит края. Такой жгучий-то, ага. Да, щелочилась. Да, щелочилась, я делаю. Саняка. Успит, да, успит. Ну, давайте. Пошло дело. Аккуратненько. Я не буду это делать. Вот, с рукой. Ну. А чем пахнет? Вы запомнили, как пахнет первый стаканчик и как пахнет второй? Да. А как этот пахнет? В чем дело? Явно не только менять. Ну, какие-нибудь ассоциации есть? Хемоанализаторы не откалиброваны. Так, друзья мои. Вы получили счастливую возможность ощутить живительный аромат нажатерного спирта или аммиака. Что у нас происходило? Происходило в росте. Была у нас вот такая соль. Как ее назвать? Хлорид аммония. Да, хлорид аммония, конечно. И на какие ионы в росте оно распадается? Хлорид аммония, да. Аммоний. И хлор. И он аммония достаточно устойчивая. И сильному кедролизу в растворе не подвергается. Но если мы добавим туда щелочи, то у нас получится очень интересное взаимодействие. Что, по-вашему, получится? У нас 4 воды. Что получится? То, что 2-3 кг, аммония. Вода в своем вот таком вот анатаре будет отбирать и он водороден. То есть это не значит, что вот такая система не может существовать. Конечно, гидроксид аммония вполне себе соединение. Но если мы дадим туда избыток щелочи, как, собственно говоря, мы и сделали, у нас получится вот что. Соответственно, аммяк получается в избытке, начинает улетучиваться из раствора и, опять же, мы его можем легко учуять с помощью нашего носа. Это была небольшая иллюстрация того, что происходит с аммиаками и солями аммония. А сейчас мы с вами попробуем, мы посмотрели, что происходит при гидролизе солей, образованных сильным основанием и слабой кислотой. А теперь возьмем ситуацию наоборот. Пока пусть постоит, может быть, это, пожалуйста, да. И для этого у нас есть небольшой, но приятный ассоциативный веществ. Что это такое, гидролиз? Они такие даже цветные, красивые. Сначала предлагаю вам дабы не искушать судьбу проверим их с помощью индикатора. Фенолстолин нам здесь вряд ли поможет, а бронтимоловой я надеюсь, что немножечко поможет. Другое дело, то, что они сами имеют окраску и вот как здесь проведет смешанный цвет, ну, собственно говоря, проверим. Мы здесь для того, чтобы экспериментировать, правильно? Купоросик уже немножечко позеленел. Вообще-то он должен быть голубой, но при взаимодействии с атмосферным воздухом он забирает оттуда углекислый газ и образуется параллельно еще и карбонат меди. Вместе с сульфатом меди образуется карбонат, и карбонат меди как раз имеет выраженный зеленый цвет минерал малахит. Слышали про такой? Это вот как раз он. Так, ну, посмотрим, что у нас тут. Ну, вот я бы сказал, что он скорее все-таки желтый, чем зеленый. Мне кажется, зеленый. Зеленый он... Отнимите от того зеленого вот этот зеленый компонент, да? Он такой, знаете, как аскорбинка. Должен остаться... Знаете, витамины цепьют? Нет, он с более чем. Мне кажется, он все-таки, это же не знаю, как бы. Этот тоже не чистого цвета. Ну, сейчас он же блеет зеленый. А этот оранжевый. Оранжевый? Ну, потому что он сам был немножко оранжевый до этого. Ну, короче говоря, он больше желтый, чем зеленый. То есть, с помощью бронтимолового мы выяснили, что растворы солей сульфата меди и сульфата железа 3 имеют кислую реакцию. Сразу закономерный вопрос, а почему? Мы с вами разобрали, да, что соль, образованная сильным основанием слабой кислотой гидролизуется по аниону и выбрасывает в раствор щелочь. Да, вот они, эти уравнения гидролиза. Так? Да. слабый кислотный остаток отбирает у воды ион водорода, превращается в недисоцированную форму кислоты и на сдачу система получает гидроксид мион. Теперь ситуация у нас происходит строго обратная. и здесь у нас что мы имеем. Ну, давайте для начала с купоросом. По купоросе немножечко перепишем все это хозяйство в ионном виде. Да? Медь у нас слабое основание. Диссоциирует она слабовата. Даже более вот того вам скажу и сейчас мы это проверим экспериментально. Гидроксид меди у нас обращаемся к нашей перспективной татуировке. Настя, что скажете за гидроксид меди? Это гидроксид меди? Угу. Все могут сказать, что нерастворимый. Нерастворимый. То есть он настолько плохо диссоциирует, что даже нерастворимый. И падает у него такая. Компоненты гидроксида меди это меди и гидроксида и неон соответственно. Правильно? Угу. В результате этого что у нас получается? Осадок. Ну, очевидно, что осадка мы пока здесь никакого не обнаружили. И, собственно говоря, соли достаточно прозрачные. Осадка просто при растворении в воде не выпадает, потому что у нас образуется не полностью гидроксид. Да? У меня все-таки двухвалентная. Ее надо два гидроксида неоносвязать, чтобы получился полноценный гидроксид. Итак, в результате гидролиза, в данном случае уже гидролиза по катиону, этот самый катион связывает фрагмент воды гидроксида него и в растворе остается в свободном плавании сульфат неон, который был в составе медного купороса и на значу ион водорода. Тот, который нам и дал здесь слабо-кистную реакцию. Ровно все то же самое у нас происходит и для его напарников в этом нелегком процессе для сульфата железа. Здесь песня ровно на тот же мотив, хотя и с другими словами. это у нас вода. Напоминаю, чтобы никого это не изумляло. Что получается в итоге? гидроксид железа плюс у нас получается как бы недогидроксид гидроксид железа все-таки должен быть ферму аштыжный согласна? для 3-х валетного железа. Но если он 3-х валетного железа, то да. У нас получается если переписать это все в виде просто эмпирической формулы мы можем записать его вот таким вот образом. основные основные да. Называем его по старинной номенклатуре основный сульфат железа 3 или гидроксо сульфат железа 3. И в растворе у нас остается плавать на сдачу полученной мюн зодорода то есть фактор кислоты то есть то что дает нам желтое окрашивание индикатора прекрасно просто а вот там получается 3 S4 да опять не поставил коэффициент и там еще плюс два ферма ой плюс один ферма ну там же аж одно ферма два этих два значит этого всего нам надо взять тоже дважды правильно чтобы получилась вот такая структура этих должно быть три и такого шесть таких зарядов четыре таких а и два вот этих все бухгалтерия сошлась диплома аудитора вам дадут без экзаменов София так вот вам пожалуйста еще один вариант гидролиза по катионам как из ни откуда получается кислота в этот раз ну мы с вами знаем уже откуда мы знаем что ниоткуда ничего не получается бесплатный сыр бывает только в мышеловке и за все бесплатное кто-то горько заплатил так ну собственно говоря теперь давайте с вами повторим наш эксперимент с гидролизуем солями слабых кислот когда мы в них добавляли еще больше кислоты то есть усиливали гидролиз до невозможности у нас шло образование исконной формулы этой самой кислоты которая начинала или улетучиваться как сероводород или распадаться на свои составные элементы как это внутренне происходило с углекислым газом так ну теперь попробуем сделать все то же самое с нашими солями но понятно что добавлять мы будем туда уже кислоту а щелочь поскольку гидролиз по катиону у нас приводит к появлению кислоты и если мы эту кислоту будем связывать добавляем щелочью то мы усилим все процессы протекающие в правую сторону усилим гидролиз и в результате сможем добиться получения присоединения не одного гидроксида а сразу всех до полного боекомплекта салат плюс соли все плюс кислота куклы 4 плюс какой морской цвет осадок так ну вот всем кто тут близко тем видно ну и наверное и тем кто далеко в общем пожалуйста Настя перешлите туда всем посмотреть можно не нюхать но для всех очевидно что изменился цвет и самое главное выпал осадок что это кстати за осадок ну смотрите если у нас купер-миди-2 взаимодействовал с калией аж то получается калий 2х2х4 плюс гидроксид купер-миди-2 гидроксид миди-2 нерастворимый и теперь все то же самое мы с вами провернем в отношении соли-железа-3 сейчас он постоит и станет вполне даже себе очень заметным а туда кстати говоря надо еще что-то больше лить он же трехвалентный связывает больше так и теперь мы с вами получили возможность понаблюдать сразу два процесса обратите внимание пожалуйста на то что у нас получилось сейчас и это 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 вдвойне интересно потому что помните что было когда мы играли с серебром осталось осталось немного вот она выделает серебро серебро кильная кровь так вот это что такое за да кто припесли воскрес салатей это что у нас это а нитрат железа такой переход еще так когда мы работаем с медью в воде она у нас гидролизовалась можем записать эту структуру вот таким вот образом и образовывается кислота когда мы работали с солью железа 3 петролиз его мы можем записать вот таким вот так и кто у нас там был а все больше никого не было так и теперь когда в первом случае мы добавляли туда щелочь то есть усиливали этот процесс в правую сторону мы связывали ион водорода и соответственно гидролиз у нас протекал полностью туда можно рассмотреть это как вариант усиленного гидролиза когда у нас получалось вот пожалуйста он уже немножечко осел и видно какая прелесть сам раствор стал голубым и это очень важно потому что у нас получился гексоаквакомплекс самой меди 2 на следующем курсе когда мы будем говорить про комплексные соединения мы с вами поговорим про этот интереснейший тип химической связи и вообще про все про это собственно говоря за счет комплексных соединений мы с вами живем образование комплексных соединений железа позволяет нам дышать каких а какого железа железа в составе гемоглобина который образует комплексы с кислородом и разносит его по нашим тканям так а для железа у нас в школьном учебнике написано что образуется осады гидроксиды железа грем но это враг и если мы внимательно посмотрим на него то мы увидим что не совсем там все так ничего вот это не напоминает кстати говоря даже по цвету икру я люблю что это кровь какого цвета давайте кровь еще что менее кровожадная вот золотые слова оно имеет цвет ржавчины потому что это и есть ржавчина что такое гидроксиды вспоминай это оксид присоединивший воду поэтому если гидроксид теряет воду он становится оксидом и вот этот вот самый мифический гидроксид железа 3 на самом деле у нас превращается в оксид железа 3 оксид железа 3 это ржавчина и есть любая ржавая железяка покрыта оксидом именно такого химического состояния ну и в качестве иллюстрации мы с вами еще раз получили гидроксид серебра который не существует и сразу же распадается на оксид и воду это было сделано для того чтобы продемонстрировать родственность вот этих двух процессов с железом и серебром гидроксид утратил воду и превратился в оксид так и теперь еще у нас на сладкое еще пару качественных реакций я вам припас до сих пор до сих пор У нас есть соль, нитрат бария. Настя, вы смотрите в таблицу растворимости, что вы можете сказать о солях бария. Они редко растворяются, чаще всего они либо нерастворимы, либо малорастворимы, либо вообще разлагаются. Обратите внимание на вот эту интересную штуку, сульфаты в подавляющем своем большинстве растворимые, нерастворимые это сульфаты бария и ртути. Стронций это достаточно экзотичный реактив и мы немножечко его исключим из рассмотрения. Это челочный земельный металл, да? Да, стронций, по-моему, он родимый. Да, они на самом деле ближайшие родственники барий, кальций и стронций. Так, здесь все просто. Короче говоря, у нас есть растворимая соль бария. Растворимых соль бария не так уж и много, это нитрат. Нитраты практически все растворимые и это делает их очень удобными в анализе. Так, у нас есть растворимый сульфат натрия, у нас есть сульфит натрия и у нас есть карбонат натрия. Попробуем посмотреть, что будет при взаимодействии этих солей с солями бария. То есть проведем ионный обмен. Так, с сульфатом. Осадок. С сульфитом. Осадок. С карбонатом. Осадок. Только более... Вот тут вот, что называется творожистый осадок. Такая простоквашка получилась. Но считается, что... Барий дает качественную реакцию на сульфаты. Это действительно так, с этим никто не спорит. Но аналогичная реакция происходит и на сульфит, и на карбонат. В любом случае выпадают белые осадки. Так, и ради интереса давайте его не выглянем пока. Так, я как раз хотел. Пока еще у нас что-то тут осталось. Немножечко с вонючкой. С сульфидом. С сульфидом. А-а-а! Подавляющее большинство сульфидов нерастворимы и дает осадки. Поэтому, ну раз уж у нас есть растворы, ну давайте посмотрим, что там получается. Вот у нас есть растворимая соль бария, растворимая соль меди и растворимая соль железо-3. Да? Так что я выгляжу, где все вонючка. Ну и давайте подбодрим их немножечко с сульфидом. Угу. Так, с бариям. Белый. С медью. И с железом. Ну, смотрите, какая прелесть получилась. Какой? Серо-зеленый с железом. Черный. Выраженный черный. С медью. И такой вот бледненький, молочненький. Давайте еще подбавим. А что там за черные точки плавают? Это, я думаю, что это черные точки, это тоже сульфиды чего-то, от чего плохо отмыли стакан в прошлый раз. Угу. Так, друзья мои, ну, заодно познакомились с тем, на что похожи сульфиды щелостноземельных и переходных металлов. Просто замечательно. Ммм, просто замечательно. Ммм, может теперь мы снова перевер? Так. А. Угу. Еще. Еще у нас остался реактив. А. Давайте посмотрим, на что похож сульфид серебра, хотя я думаю, что вы это прекрасно знаете. Лапах. Кстати, сульфид серебра. Так, какого цвета? Какого? Какого? Еще варианты? Синий. Красный. Что происходит с серебряной посудой, скажем, или с серебряными украшениями? Чернеет. Чернеет он. Чернеет он именно из-за этого. Из-за взаимодействия? Из-за взаимодействия серого. И даже произведения искусства, сделанные ювелирные изделия из серебра, чернят как раз именно вот таким вот образом. Прикольно, если сейчас будет не чернят. Угу. Не. Тянет. А зачем вы их чернят? Ну, для красоты. Ну, узоры, например, делают на серебре, да? Наносят. Вот. Аккуратно. Можно понюхать? Да. Что из этого? Вот это. Не так. Угу. Ааа. Ну что, припахивает? Да. Ну, гораздо меньше, чем то. Вот это уберите, пожалуйста. Ааа. Ну, собственно говоря, мы истратили все, что было можно. Давайте, раз уж это осталось, все равно выливаем. Сделаем еще немножечко дихромата серебра. Ну, дихромат серебра, наверное, как бы это приятнее выглядит. Это у нас тогда мы делали его в условиях избытка дихромата. Давайте пыльем все. Вот я как раз хочу выливать не все, а посмотреть именно на цвет осадка. Вот такой интересный цвет. Коптильная кровь. О! Как это коптильная? Да, слушайте, вот. Альвиновая, фиолетовая. Как это коптильная кровь? Ну, знаешь, когда кровь скоптилась на ранке. Ааа. Прелесть. Просто красота. Вот тут вот реально такой вот кроваво-красный. А что мы там смешали? Нитрат серебра и бихромат калия. Ну, помните, мы такое делали в пробирках еще? Так, если кто хочет посмотреть, нежно облобызать этот стакан, то он вот. Так, дорогие друзья. Да. Ну, он пахнет намного приятнее, чем... Так.